Работники морского и речного флота России готовятся отметить свой профессиональный праздник. Во всеоружии встречают этот день и сотрудники Уренгойского речпорта. Через два года одно из старейших предприятий района Крачаева отпразднует свое 40-летие. Несмотря на серьезные трудности, порт продолжает работать. О том, чем живут люди реки, знает наша съемочная группа. Вот оно сердце речного теплохода. Здесь для механика Виктора Ретинского за 30 лет работы на реке нет ничего невозможного. Каждый винтик и гайка не раз прошли через его руки. По звуку вспомогательного двигателя он точно знает, когда нужно запускать главный. А шум моторного отделения звучит для него как песня. Вам ваша работа не надоела? Вы не устали одеваться? Нет. Какой шум? Ну что? Уже привыкли? Спасибо. У нас есть еще наушники, если шумно, одеваем наушники. А так нормально. Все нам нравится. Если бы не нравилось, мы не работали, не приезжали. Да давайте кормовой-то. Владимир Томилов на речной флот пришел сразу после армии. За плечами десятки тысяч миль водных путей и более 40 лет работы. В послужном списке порты Новосибирска, Камчатки, Нижневартовска, а с этого года еще и Уренгой. Река, как известно, не терпит слабых. По этой причине в команду стараются набрать только проверенных людей. Вот и на этот буксир капитан Томилов пригласил своих бывших коллег. Все пятеро членов экипажа из Новосибирска и в разные годы довольно долго работали вместе. В период, когда начинается навигация, члены команды видят друг друга 24 часа в сутки несколько месяцев подряд. Река способна показать характер в любой момент. Тут без слаженного и дружного коллектива не обойтись. Если нет взаимопонимания с руководством, то тогда сложно. А если взаимопонимание есть, то работать все легко. Всякое бывает, конечно, и ветра, и непогода. Это уже зависит от умения судоводителя и от состояния техники. Если техника, состояние судов нормальное, то даже погода – это вообще ни о чем. Проявить силу характера в предстоящую навигацию вместе с судном Томилово в этом году предстоит командам еще трех теплоходов. Кроме них на вооружении речного порта несколько барж и два портовых крана грузоподъемностью 16 и 5 тонн. Вся эта мощь будет направлена на решение главных задач навигации. Самая главная задача сейчас у порта – это достойно перевезти груз в сохранности, своевременно выполнить все эти обязательства, которые мы взяли перед контрагентами. Но хочется заметить, что у порта перевозки не основной род деятельности. Суда у рингойского речного порта уже традиционно пойдут по рекам Пур, ТАЗ, будут бороздить Тазовскую и Обскую губу. Но работа даже в навигацию не ограничивается только водой. Круглогодично в порту кипит движение грузов. Перевалка – основной вид деятельности порта. И хотя многие сотрудники никогда не уходят в рейс по реке, а трудятся на суше, все равно носят гордое звание «речник». Павел Прожогин, Татьяна Стофеева, Гарник Маргарян, Служба новостей, «Импульс». Продолжение следует... Продолжение следует...